ну еще раз друзья приветствую вас еще один сюжет сегодня соответственно уже посвящен автомобилю хейтеры не знаю радоваться им или не радоваться но обнаружил автоваз проблему на своих автомобилях и готовит отзывную но он уже ее проводит как я понимаю то есть суть в том смотрите натолкнулся я на новость в общем так где тут это сам владельцам автомобилей лада знакома ситуация с запотеванием заглушки распределительного вала в некоторых случаях и течью масла мне незнакомо у меня на x-ray такого не было но почитаем дальше масло попадает на раскаленные детали в моторном отсеке и в салоне появляется неприятный запах в настоящий момент на автовазе проводятся мероприятия по устранению данного дефекта в дилерские центры лада было направлено предписание значит предписание течь заглушки распредвала выпадание заглушки даже случалось вот видите да именно это касается касается автомобилей вы а ну вот в 2019 2020 годах выпущенных то есть моя машина подпадает и как раз мой двигатель указан 21 179 то есть 1 и 8 автоцентром необходимо отправить на завод пред согласование значит направленная информация будет использоваться для принятия оперативных мер по разработке корректирующих и предупреждающих действий в производстве деталей а вы сталкивались с течью заглушки распредвала вот так что такая информация но у меня запах пока в салоне новой машины ничего такого вроде криминального нет но давайте с вами посмотрим как себя чувствуют заглушки распредвала откроем капот заглянем туда что же там у нас потеют по крайней мере или нет в течи то явно нет от потевания проверим дождик счастью закончился практически и можно посмотреть давно я сюда не заглядывал так приятный запах в подкапотном честно говоря так а как нам посмотреть заглушки вот они вот здесь вот вот здесь вот как туда заглянуть она я вот отсюда вижу уже отсюда я вижу я не знаю вы видите или нет вот там вот первая заглушка там все сухо то есть нужно же туда руку запихнуть как нибудь вот так вот и проверить то есть кроме пыли там ничего нет тут я вспомнил что у меня есть эндоскоп вот им то мы сейчас и воспользуемся вот смотрите значит первая заглушка вот ну все вообще идеально все сухо даже никаких от потеваний нет отлично отлично замечательно так все идем смотреть заднюю вот она вот она ну тоже аналогичный вид аналогичное состояние ничего не видно никаких масляных потеков с другого ракурса сейчас еще посмотрим снизу вот снизу это я камеру пихаю вот ну вот все пожалуйста ничего нет все сухо но отлично я рад течи нет это хорошо небольшое отпотевание видим вот тут вот это вентиляция картера на хомутик пошевелить чтобы это все дело предотвратить вот так его обжать посильнее но это не течь так ерунда а так в общем тогда двигатели друзья не потеют эти вот у меня 16 не потел и и 1 и 8 у меня тоже не потеет я вам уже это показывал все везде вот сухо абсолютно видите вот горловина заливная здесь вот проблем вообще никаких нигде я не наблюдаю и внизу тоже можно вот посмотреть я не знаю сейчас сыро конечно но а вот картер видите вот он вот он сухой абсолютно так же и коробка вот то есть то есть у меня все в порядке кстати виброизоляция вот тоже был вопрос как она вообще в подкапотном то живет там же жарко ну как видите живет она прекрасно 30 градусную жару выдержала ничего нигде не потекло то есть а вот а вот звуки лишние они они ушли вот от вибрации вот этой вот вот этой крышки что могу смело рекомендовать делать видео видео вот тут сейчас появится как я это делал испытания так все все такую крышку теперь только в максимальной комплектации ставят кстати говоря у меня максимум у меня там максимальная самая самая топ престиж все вот ребята у меня как всегда все хорошо да но это 1 и 6 двигателей касалось по большей части насколько я понял вот это вот вот это вот новость так что тревога для меня ложная машина на данный момент пробежала 26 тысяч двести сорок два километра можно кстати масло посмотреть будет ради интереса хотя и так говорю что никакой доливки там не надо масло машина есть перестала но она и не ела его в период обкатки был повышенный расход все это нормализовалось потом особенно со сменой масла нашел helix 5w40 синтетика говорю чтобы сразу на этот вопрос ответить какое масло в моторе у дилера в бочках дилер предлагает то есть это официальная рекомендация никакой никакой отсебятины то кстати грунтовка смотрите по поводу подвески тоже как работает вот слышите ни одного стука все просто супер поеду к родителям зайду попью чайку работу на сегодня закончил можно немножко отдохнуть так ну ладно все всем пока